Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В Кирове среди вакансий и самая высокооплачиваемая для программиста 1С ему готовы платить 120 тысяч рублей в месяц. На втором месяце зарплаты в два раза меньше вакансия медицинского представителя. На такие же деньги ищут директора магазина и веб-программиста. Если брать общероссийские данные, то в январе самое высокооплачиваемое предложение – место начальника технологического отдела на заводе судоремонта во Владивостоке. Зарплатой до 256 тысяч рублей в месяц. Программа Экономика. Налоговая уже ждет от кировчан декларации о доходах. С января отчитаться за 2021 год должны ИП, адвокаты, нотариусы, другие налогоплательщики, работающие на общей системе налогообложения, люди, которые получили доходы от продажи имущества или получили подарки не от близких родственников, кто выигрывал в лотерею или на тотализаторе. Сдать документы нужно до 4 мая, заплатить налоги до 15 июля. По подсчетам ОФНС сделать это должны 40 тысяч жителей Кировской области. Если недвижимость продана меньше, чем за миллион, другое имущество стоило до 250 тысяч, то сдавать декларацию 3НДФЛ не нужно. Кировчане, которые хотят получить налоговые вычеты, могут сдавать декларации в течение всего года. В Кирове открыли модернизированный центр занятости. Теперь это место на Пролетарской 67 называется Кадровый центр работы России. Его отремонтировали в прошлом году, а также на деньги нацпроекта переучивали сотрудников. Они теперь должны помогать безработным, составлять резюме и искать вакансии не только в своих базах. Другие три центра занятости в городе работают без ремонтов и модернизаций. В завершении выпуска о курсах валют доллар продолжает расти. И на сегодня курс 76 рублей 87 копеек, это нам 53 копейки больше, чем днем ранее. Евро поднялся на 11 копеек и стоит сегодня 87,13. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101ФМ.